Встречаемся мы в районе Таганки, в Таганском районе, где от улицы Воронцового поля, недалеко от Бульварного кольца и до Серебряческой набережной реки Яуза, проходит вот этот вот большой Никола-Воробинский триул. Трудно даже выговорить, но так уж повелось, такие названия старомосковские, они бывают такие причудивые, Спас Кисковский, Никола-Воробинский, Никола-Имская, ну это попроще, конечно, да. Значит, по этому переулку осуществляется двухстороннее движение автомобильного транспорта, вот, и имеет длину, но у 300 метров. В XVII веке отец был Трецкий полк, но много москлот, мы знаем, Трецкий полков, да, сельцы тут жили, вот, и его возглавлял полковник Даниил Воробин, или Воробин, трудно сказать так правильно, наверное, даже никто и не скажет, вот. И вот, чем он пославился, он сохранил верность, так сказать, царю Петру Первому во время Светского бунта Софии, царевной Софии, которая тоже за власть боролась. И вот, так сказать, поэтому, так сказать, церковь, которая была, так сказать, Николай Чудотворц, которая здесь находилась, вот, в начале этого периода, на пересечении улицы Воронцового поля, она, так сказать, получила название церковь Николы Воробини, или Воробинская, что она называла церковь. Вот. Ну и, соответственно, потом уже, в XII веке, вековещее название и церкви, и, соответственно, полковника, вот этого начальника Светского полка, который здесь располагался, Даниила Воробина, вот, как раз, топография этого переулка, название этого переулка. Переволок характеризуется наличием очень многих разрушенных зданий, старых зданий, особенно с левой стороны, такой, в общем-то, ну, некто неблагоустройность во многих местах. Вот. Хотя потихонечку, так сказать, его приводят, ну, как говорили, божеский лифт, да, и потихоньку, так сказать, там, наводят порядок. Ну, еще, пока не все, конечно, почищено. И, прежде всего, все это относится к бывшей усадьбе Тессина Островских Марк под номером 7, там, несколько, 7 строений, то есть, строение 7, строение, ну, дом номер 7, строение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, 7 строений. Да, я тут вся бывшая усадьба, там, главный дом, флигели, службы, сторожка, то есть, разные, так сказать, вот, корпуса, разные здания, которые относились к этой усадьбе. Вот, 18-19 веков, и эти здания немногие заброшены. Ну, там, в части, раньше, как-то, находился не мозг, а там, вроде как, до сих пор, один из корпусов занимает биомедицинскую химию, там, ну, что-то вроде как бы есть, может, какие-то офисы даже там есть, ну, в отдельных зданиях, некоторые конкретно заброшены. А там, может быть, два, вроде как, живые пока, частично, да, то есть, когда там жизнь теплится. Ну, в общем-то, конечно, такое, достаточно, заброшенное местечко там, с левой стороны. Вот. А с правой стороны, там, вот, сначала, как раз, на включение с улицы Воронцово-Поле, вот, как раз, с которой начинается этот период, там находится, но официальный центр, и раньше это здание был дом Причта, вот, это церкви Никола Новоробьевского. На Воробьях, вот, которые в Боробине, да, или Боробине, Никола Новоробьях, там, по-разному называли. Вот, соответственно, как раз, рядом находилась сама церковь. Ну, сейчас, одни уже средов нет, а вот дом Причта, он сейчас перестроен во многофункциональный центр. Ну, и дальше идет жилой дом, так сказать, ну, и, собственно говоря, вот этот вот мофункциональный центр, он чистится по улице Воронцово-Поле, а вот этот 14-этаж жилой дом, такой, ну, современный, советский, современный постройки, он чистится по Ялскому бульвару, который проходит неподалеку, там, с правой стороны. Вот, ну, как я сказал, недалеко от Бульварного кольца эта улица начинается, как раз вот от Ялского бульвара, часть Бульварного кольца. Вот, ну, и дальше как раз отходит Малый Никола Воробинский переулок, почему называется Большой, в отличие от Малого, но совсем коротенький, и по нему вообще не есть никаких объектов. Вот, ну, а дальше, соответственно, у нас идет бывшая усадьба Спиридова, Рюхард, вот, и здание под станцией скорой помощи, это бывший жилой дом XII века, и, ну, дело в том, что и вот эту вот, так сказать, бывшую усадьбу Спиридова, и вот этот вот бывший жилой дом XII века, где сейчас скорая помощь находится, они все здесь числятся тоже по Ялского бульвара, но они как бы находятся между вот этим переулком, Ялский бульвар там с тем рядом проходят, и они числятся, относится к нему, хотя, как сказать, выходит фактически не сюда. Ну, так вот получилось. А далее у нас с левой стороны идет строительство жилого комплекса, тоже такая, там котлован вырос, все огорожено, то есть идти там надо не по тротуару, а вот этим настилом деревянным, тоже переулком, уже довольно долгое время никак не построить, ну, хотя строить жилой комплекс, сейчас строительство идет, но очень медленно, и как-то, конечно, там тоже, что-то переулком слева, она достаточно неприятная. Там и разрушенные здания, строительство идет, не очень плохо. Ну, а вот с правой стороны находится шестиэтажевой дом, по-другому, 10, 2002 года постройки, он причастен тем, что это заходный дом мэрии Москвы. И, ну, вроде бы, насколько я знаю, мэрия Москвы, она хотела, это как бы пилотный проект, и она хотела построить несколько, а может даже и много таких доходных домов, которые бы она сдала в наем людям и получала, соответственно, за это деньги, вот, по всей Москве. Ну, вроде как, этот проект, он, так сказать, оказался неуспешным, неудачным, потому что слишком высокий цен. Ну, все-таки, центр города, ну, и мэрии Москвы сдают, ну, решили как-то очень много брать, и как-то проект этот, он не пошел. Поэтому вполне возможно, что сейчас там недоходный дом, а просто жилой дом, продали квартиру, не знаю, по крайней мере, вот так, слишком дорого стало. Поэтому, основным способом, он не пошел. Значит, с левой стороны находится федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система» в 1,9, ведь это бывший завод электромеханических, механического оборудования, как-то так, или электромеханическая аппаратура, вот так. Ну, и, соответственно, вроде как, то ли его уже снесли, то ли вот хотят уже сносить. Ну, пока он везде показывается, но хотят строить там тоже жилой пункт. Вот. Ну, а с правой стороны, то, справа тоже полуразрушенный дом находится, тоже такое неприятное местечко, подобное, на 12-х этажный дом, вот, там его частично начали разрушать, где-то около 10 лет назад, но так, вроде, как-то не разрушили, в результате, там, когда-то даже был музей сказок там детский, ну, и, в результате, как-то он ни то, ни сё, то есть, конечно, понятно, кто там обитает, всякие детдомные там, и декиперы там, кого там только не было, в общем. Поэтому, конечно, то есть, что-то он на одно время охранялся даже, ну, в общем, местечко-то ещё там есть. А дальше, соответственно, слева отходит Песинский переулок, а справа Серебрянический переулок, вот, и далее у нас уже идут конечные отрезки этого переулка, и все объекты уже по нему числятся не по этому переулку. То есть, там, соответственно, тут идёт жилой пункт Артхаус, вот, и идёт строительство гостиницы, а справа, и там находится, собственно, гостиница. Но все они числятся по Серебряническим набережным объектам уже в конце этого переулка, на который, собственно, этот переулок и заканчивается. Ну, вот, видите, много, конечно, здесь такого беспорядка пока ещё, и сейчас строятся новые комплексы, но в то же время остались ещё некоторые здания, вот, которые могут представить, конечно, для нас определённый интерес. Вот, поэтому, думаю, что имеет смысл, может быть, туда и съездить, тем более, что вполне возможно, что, да, скорее всего, старые дома на этом переулке здесь несут и построят там жилой комфорт. Уже процесс идёт вовсю, там тоже сейчас сносятся дома в Серебряническом переулке, недавно там снесли, там, около церкви дом тоже, где был союз буддистских общин, что ли. Так что, так сказать, надо успеть посмотреть, пока за ней не снеслись старые. В этом плане, может, не иметь смысла туда подвести. Вот. Ну, а ехать как? Ехать вот через Яловский бульвар, это метро «Чистые пруды» на трамваях А339, вот, лучше всего, и доехать, собственно, до остановки улицы Воронцово-Поле на Яловском бульваре, выйти и прямо через эту улицу Воронцово-Поле, немножечко, прям буквально чуть пройти, метров 50, и сразу, прям, за этим многофункциональным центром, где бывший дом Причатой церкви был, да, и сразу начинается справа вот этот вот большой Николай Бородинский бульвар. Приятного прогулка, но, конечно, я вот с вами.